ВОНС Игра была настолько популярной, что вышла на куче платформах, по ней проводились даже турниры. Сам же я узнал о ней на Sega Mega Drive, проотменялся этими картриджами и вот она уже в приставке. Я помню то время, когда я не знал English, а значит своих я солдат терял направо и налево, потому что имена я их тупо не знал, а еще они все были одинаковые и без подсветки. Удивлялась эта игра и разрушаемостью, и хорошим юмором. Игра, правда, долго не провалялась, но потом на компе появился War of Armageddon, который продержался подольше и помнится тем самым началом с ядерным взрывом и крутой темой. Настабильнее. Что мы полюбили этих кольчатых? Юмор и тактика. У червячков всегда был черный юмор, например, святая громада за звуком... А с тактикой чуть поподробнее. Хочешь убивая одной базукой, или сделай супер тактику, в которой будешь использовать гранаты, мины, авиаудар, овечки, бабулик и даже гребаный, блядь, палец. Вы все о нем, конечно же, помните. Также можно не забыть, что 2D графика спустя 18 лет выглядит прекрасно и... О боже, это в 2К17, оо да... Ёб***ь, красотища какая... Анимации, взрывы и скуну, чего... Ну и тогда это позволяет все прекрасно. Как идет игра? Две или четыре команды против ИИ или твоих же друзей. Берешь и мочишь из обширного сигнала оружия, который включает от базуки до армагеддона, который разрушит всю карту к чертям. А также существует инструмент от конструктора моста до анабиоза, который всех замораживает из своих дружеских червей. Правда, проблема такова, что еще существуют аптечки, которые появляются чаще всего у врага, да ёкарный, баба, да почему опять? Взрывай, 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 ударом прям в щи, или скидывай врага в воду при помощи того же б***ь пальца. Еще в игре был ветер, который немного бесил или даже сильно помогал, в случае, если успел уже около 100 раз промахнуться, или попасть в своего, или даже в себя. Компьютер тоже чисто бывало себя убивал таким образом. Конечно же я помню эту серию до сих пор, и переиграл еще в некоторые части, но уже правда в 3D. Мы прекрасно помним, что эта серия до сих пор жива, а некоторые только сейчас узнают, что она жива вообще. Неожиданно, не правда ли? Поэтому, если после обзора у вас появились эстетические чувства и хочется переиграть, то покупайте Армагеддон за 349 рублей. Ну или новый Уворот с ВМД за 1299 рублей. Стоп, за сколько? А, б***ь, езжей!